Вот они, настоящие защитники Отечества. Как таковой молодости у них не было. Была война, и каждый чудом остался жив. В пятницу дом-интернат для ветеранов войны и труда лесное посетил губернатор Павел Коньков. Глава региона поблагодарил здешних обитателей за их давний, но такой важный подвиг. Прошагали пол земли. Эти слова из известной песни про Зинаиду Данилову. Карелия, Норвегия, где только не побывала ее дивизия в сороковые. Войну она называет не иначе, как спасением всей земли. Не только нашу Россию освободили от этого ига, а всю Европу. Так что вот такое. Не было бы победы, половина бы нас не было, как не больше. Не родились бы наши родители, не родились бы мы, никого бы этого не было. Вот и представьте сами, что для вас бы была эта война. То самое и для меня. В интернате Зинаида Данилова уже 10 лет. Говорит, что с таким комфортом не жила никогда. Сегодня в тепле и заботе она с ужасом вспоминает военные годы. Я выносила с поля битвы раненых. Перевязывала и выносила в укрытые места. А там уж носильщики подбирали и куда следует. Вешали на какой-нибудь кустик. Если нет кустика, то палочку воткнешь белым тряпочкой, чтобы саперная бригада и носильщики нашли, что тут лежит раненый, которого надо убрать. Вот это была моя обязанность. 20 февраля по всей стране дан старт вручению юбилейных медалей к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Обитатели интерната первыми получили эту награду. Очень приятно сегодня было вручить первых в моей практике 28 медалей людям и видеть их в здравии. Конечно, не все они уже порой и могут встать, но мы все равно готовы преклониться перед ними за тот великий подвиг, который они совершили для нашей любимой страны. До 9 мая юбилейную медаль получат всех, кто так или иначе внес вклад в победу. Участники боевых действий, труженики тыла, блокадники, гузники концлагерей. В нашем регионе награды будут удостойны 28 тысяч человек.